Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Юлия Верблевская, и сегодня в программе «Психолог.Я» Мы с вами поговорим о том, как важно, особенно в современных условиях кризиса, грамотно, аккуратно и правильно планировать собственные личные материальные средства. Как часто на практике я слышу от очень разных, как социальных, слоев клиентов одну и ту же, единую для всех фразу «Мне очень сильно не хватает моих доходов». Из практики. Клиентка обращается к матери с просьбой «Мама, мне необходимо очень срочно». Совершенно смешная сумма. Честно скажу, забегая вперед, аналогичную историю я слышала от клиентов из разных социальных слоев. И да, в зависимости от социального слоя сумма может быть разной, как 300 рублей, так и 300 тысяч. Эффект всегда на самом деле одинаковый. Если вам не хватило этой суммы, скажите, пожалуйста, а что вы сделали для того, чтобы вам ее хватало? Какие средства и способы вы применяли для того, чтобы собственный бюджет распланировать так, чтобы вам было достаточно? Знаменитый принцип киосаки широко используется сейчас в современных структурах бизнеса. Если взять ваш общий ежемесячный доход, как некоторые 100%, важно вспомнить о том, что 10% этого дохода необходимо оставлять самому себе, как фонд некоторой материальной помощи. Да, я обязательно рекомендую всем клиентам не собирать деньги, например, на черный день. Собирайте на что-нибудь замечательное. На поездку в ту чудесную страну, в которой вы еще никогда не были. Покупку нового ярко-красного автомобиля, о котором давно мечтали. На что-то светлое, что-то доброе, что вам действительно хотелось бы в идеале. Отложите эти 10% и забудьте про них. Еще 10% от заработной платы – это именно та сумма, которую вы ежемесячно можете потратить для удовлетворения нужд. Это подарки, возвращение долгов и платы по кредитам. Очень часто, прежде чем взять в кредит деньги в банке, либо очень нужную вам бытовую технику, здесь и сейчас, многие из моих клиентов забывают и искренне верят в то, что если ежемесячный платеж по кредиту составляет 20, 30 и более процентов от вашего дохода через год, эта сумма может оказаться для вас неподъемной. При изменении социальных обстоятельств, каких бы то ни было ситуаций, ведь это жизнь, с вами может случиться все, что угодно. Вы должны просто помнить о том, что если сегодня вы можете попросить денег у мамы, у папы, у бабушки, у мужа, любовника, лучшего друга, 15 подруг и так далее, завтра их может у вас не оказаться, а кредит вам останется. И если именно сегодня вам дали замечательную премию, это не значит, что вам будут давать ее каждый месяц. Или, если в вашем бизнесе вам удалось сегодня совершить чудесную сделку, дай бог, если вы сможете повторять эту сделку систематически, но тогда и необходимости в кредите у вас не будет. Если мы сможем самостоятельно планировать систему собственных доходов и расходов, часто долговые обязательства перестанут нас беспокоить. Следующие 10% от заработной платы ваших доходов, которые необходимо отложить в сторону и тоже не трогать до необходимости, это деньги, которыми необходимо порадовать самих себя. И здесь я обращаюсь прежде всего к милым дамам. Хотя, опять же, скажу честно из практики, мужчины-нарциссы, к сожалению, в современном обществе встречаются тоже, возможно, слишком часто. Как часто можно в супермаркетах наблюдать чудесную картину? Муж, жена и ребенок. Жена с бутылкой колы, ребенок с чупа-чупсом и папа с пакетами теплой новой одежды, нужных ему свитеров, кремов для обуви и длинным списком косметики для лица. Дорогие мои, именно 10% от ваших доходов – сумма, которую целесообразно тратить для радости самому себе. Ваши крема, одежды и прочие прелести должны включаться именно в 10%. То есть, если ваша заработная плата составляет, например, 20 тысяч рублей на себя любимого и праздники для себя, вы можете выделять в месяц так, чтобы это было не ущербно для бюджета, всего лишь 10%. Все остальное – немножко перебор. Многие ли из вас могут похвастаться тем, что деньги у них лежат не на кредитной карте, а на депозитной? Многие ли из вас могут честно сказать, что если завтра государство передумает и пенсионная реформа изменится, вы самостоятельно отложите себе что-нибудь на эту чудесную будущую пенсию, в ту замечательную накопительную часть? Многие, к сожалению, из практики забывают о том, что завтра будет именно таким, каким мы подумаем об этом сегодня. Совершая траты и планирование сегодня, мы делаем выбор на послезавтра. Следующий, самый знаменитый в случае с частной практики – люди, у которых постоянно нет денег. Да, даже в моем телефоне есть две девушки, так и записанные – Ира, дай денег, Лена, дай денег. Люди, ни разу не позвонившие даже мне ни с каким другим вопросом, кроме «одолжи, пожалуйста», сумму. Сумма может варьироваться. Она может быть как неподъемной, так и подъемной вполне. Часто, спасая своих друзей, знакомых и особенно родственников, мы просто забываем о том, что таким образом мы берем на себя ответственность за их выбор и всю их дальнейшую жизнь. Мы самостоятельно лишаем их возможности делать выбор и принимать решения самим, потому что у них нет этой необходимости. Они всегда будут знать, что вы их спасете. Вы дадите им денег, вы подскажете нужное слово, им это ничего не будет стоить. А как известно, все, что дается человеку бесплатно, никогда человеком не ценится. Учитесь ценить то, что вы имеете, ведь это единственный способ преумножить все то доброе и светлое, что есть у вас в жизни. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.